В конце 19 века был создан первый бытовой прибор, который открыл новую эру электромагнитного излучения. А уже через сто лет были построены тысячи электростанций, создано множество устройств, без которых невозможно представить современную жизнь. Вся планета словно паутиной покрылась сеткой кабелей и проводов. Электричество и технический прогресс проникли во все сферы нашего существования. С одной стороны, они дарят уют и комфорт, с другой – таят невидимую опасность, которая грозит, если не исчезновением всего человечества, то его необратимой мутации. По мнению ученых, генетическая деградация – это неизбежная реальность будущего. Человечеству грозят не только будущие природные катаклизмы или глобальные катастрофы, под угрозу его существования поставлено уже сейчас. Такие привычные для нас компьютер, телевизор, СВЧ-печь и даже мобильный телефон скрывают невидимую опасность, о которой порой мы даже не задумываемся. Вредное излучение наносит непоправимый вред нашему организму, понять который мы сможем лишь со временем. Излучение вызывает поражение внутренних органов и мутацию. Эти изменения сложно зафиксировать и исследовать, ведь для того, чтобы оценить печальные результаты такого воздействия, должно пройти не одно десятилетие. Но уже сейчас наукой и медициной доказано вредное воздействие электромагнитного поля. Широкомасштабные исследования, посвященные этой проблеме, были начаты в СССР еще в 60-е годы. Наиболее чувствительными к биологическому воздействию электромагнитных полей являются главные системы организма человека – нервная, эндокринная, репродуктивная и иммунная. Мы часто спрашиваем себя, откуда появляется внезапная усталость или раздражительность. Почему мы не можем справиться со своими болезнями и депрессией, несмотря на бесконечные визиты к врачам и прогрессивную медицину? Человеческий организм – это не только физическое, но еще и энергетическое тело или аура, за которым расположено информационное поле, простирающееся иногда на сотни километров. Его разрушение приводит к серьезным заболеваниям, отражающимся на вполне реальном физическом уровне. Сегодня известно четыре основных источника патогенных воздействий на человека, приводящие к разрушению информационного, энергетического и физического тела человека. Одно из них – это космическое излучение, поток радиации, усилившийся в результате истощения озонового слоя Земли. Геопатогенные зоны – точки пересечения энергетических сетей. В старину их называли гиблыми местами. Здесь потоки земной энергии наиболее сильны. Как показали исследования, у 95% людей, проживающих в таких зонах, существует склонность к нервно-психическим, сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям. Социопатогенные излучения – отрицательные воздействия со стороны окружающих. Зависть, гнев, переживания по поводу неудач, действия так называемых энергетических вампиров, которые буквально выпивают все жизненные соки. Таких людей можно встретить где угодно – в общественном транспорте, на работе. Как следствие – усталость, раздражение, депрессия. И, наконец, технопатогенные излучения. Мощные атомные станции, линии электропередач, радиолокационные установки, компьютеры, теле и радиотехника, банковское оборудование, а также, казалось бы, безобидные бытовые приборы, микроволновые печи, кондиционеры и, конечно, мобильные телефоны, без которых мы просто не представляем себе жизни. Печальная статистика констатирует – электромагнитные излучения от этих приборов омолодили такие заболевания, как инсульт и инфаркт. Загрязнение окружающей среды сказывается на нашем самочувствии. Наступает общая слабость, апатия, быстрая утомляемость. Появляются головные боли, ослабление внимания и памяти, что может привести впоследствии к нервным, психическим расстройствам и различного рода заболеваниям. Казалось бы, выхода нет. Мы не сможем отказаться от подарков цивилизации, не сможем реконструировать озоновый слой, не исправим каприза природы.